Тренер самый лучший, а руководство тоже. Вы правильно начали. И потом такая, давайте это вырежем. И в итоге это все показывают потом, когда говорят, давайте это вырежем. Настроение хорошее, и каждый раз, даже если там бывает какая-то усталость или какие-то вообще личные вопросы, но все равно я стараюсь на тренировку приходить с улыбкой и с настроем, потому что это вообще любимое дело. Казань – красивый большой город, в котором я не в первый раз. Приезды, когда я была с другими клубами и вообще самостоятельно когда-либо приезжала сюда. Но каждый раз ты что-то новое открываешь для себя и посмотреть. Излюбленные места, пока сказать так не могу, но вообще мне нравится находиться у воды. Даже просто я недавно ездила и после тренировки, чтобы, знаете, такое состояние покоя и умиротворения, что ли, так вот наступило. Поэтому, да, а это была Кремлевская набережная. Раньше, наверное, когда был помоложе, ты с каким-то другим ощущением, чувством. И я это помню, что это было немножко по-другому. Сейчас ты приехал уже, ну, знаете, наверное, приезжаешь, как будто ты уже здесь был, что ли. Ну, не знаю, вот для меня почему-то Казань, ну, так получилось. Может быть, от того, что я здесь была уже не первый раз, даже не с командами, да, вот когда самостоятельно просто в город приезжаешь, и, возможно, такое ощущение. Поэтому, и тем более, когда моложе, ты меньше девчонок знаешь. Здесь ты, то, что мы знаем все друг друга, у тебя уже была какая-то игровая практика в разных клубах. Ты приехал сюда, ты уже некоторых знаешь, с кем ты играл. И от этого и тебе самой, да, как-то удобнее, ты комфортнее себя чувствуешь. Поэтому и для меня Казань была таким комфортным, комфортным, точнее, комфортный мой приезд, да, здесь был. Ну, и обстановка в команде, в принципе, такая рабочая, и она классная. Долго думала, да, потому что мне на самом деле было и комфортно в предыдущем, да, клубе в Тулице. И для меня этот клуб стал родным. Там действительно такое семейное отношение. Ты вот за два года, ну, хотя ты с первого года уже ощущаешь, что ты вот в семье. А в Казани, я не могу пока, да, сказать, как будет, но я наслышана много об этом клубе. И это, конечно, титулованный клуб, и, наверное, многие мечтали бы сюда попасть и мечтают. Вообще, я рада, да, что мне в жизни предоставилась такая возможность. Я хочу ей воспользоваться сполна и приобрести что-то новое в любом случае, да. И это сделаю, и уже сейчас это новые люди, новый опыт для себя. И потом в дальнейшем, конечно, ну, и себя показать. И, конечно, взять, да, приобрести что-то тоже для себя. Хорошо вначале, конечно, когда ты втягивался, да, у тебя все побаливало. Мышцы, это состояние. Ну, тем не менее, сейчас вообще эта боль немножечко, она утихает, у тебя организм привыкает, и ничего, комфортно. Понятно, что все самое сложное впереди, поэтому всегда кажется вначале, что сборы – это самое сложное. Да, это сложно, но все самое интересное и сложное еще впереди. Да, да, совершенно верно, это такой новый опыт для всех, для тренерского штаба и для игроков. Ну, возможно, для некоторых игроков, которые, да, находились в расположении сборной, и для них это всегда было такое. После сезона сразу в сборную, сборной, там, чемпионат мира Европы, и ты опять, да, и ты постоянно в каком-то таком тонусе. Здесь, да, после отдыха, после отпуска пришлось сразу и с мячами, и функциональная подготовка идет, и, в общем, стадионы, тренажерный зал. Это все в комплексе, это надо вот прям таким большим объемом, и уже к середине августа быть. А сказать, что в максимальной форме это, наверное, сложно будет, но в такой, в оптимальной, которая позволит уже показать максимальный результат вот на середину августа. Да, Динамо Акбарс, это же вообще такой клуб с историей, и с большой историей, и титулованный, поэтому ты приходил сюда, естественно, за максимальным результатом. Ну, и хочется верить, и я надеюсь, что общей работой, и игроки, которые здесь собрались, и опытный тренерский штаб, вот будут делать все, чтобы идти к этой максимальной цели. Конечно же, да, хочется сказать и спасибо болельщикам, которые даже при приходе, вот когда, да, там в новостях писали, и там были такие приятные пожелания, и слова, поэтому им тоже хочется сказать спасибо. 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 Спасибо.